Привет, друзья-товарищи! С вами Максим. Вы, как обычно, смотрите самый интересный канал русского YouTube Official Journey Style. И сегодня я решил с вами поговорить на достаточно, наверное, важную тему. Ну, я сразу могу сказать, я не специалист и просто скажу, ну, просто хочу высказаться на тему. То есть это курс рубля. Вот я, если честно, считаю, что сейчас он максимально правильный, наверное. То есть, как бы, да, были вот эти вот скачки сумасшедшие, когда резко мы тут стали как-то в оппозицию ко всему миру, или весь мир стал в оппозицию к нам. Хотя последнее время сказано было очень много на эту тему. И, как оказывается, журнал The Economist написал, что две трети стран нас все-таки поддерживают, либо относятся к этому нейтрально. А кто на нас катит бочку, это только 36% всего мирового населения. Ну, вот те вот, которые как бы-то максимально неадекваты, как это правильно сказать, ну, или, может быть, минимально неадекваты, которые, ну, вот, постоянно там что-то там нам хотят запрещать. И вводить какие-то там санкции, в общем, там куда-то нас вводить, а мы куда-то там постоянно входим, и мы там что-то кому-то отвечаем. Ну, в общем, вот такая вот история на этой фоне. То есть, у нас максимально сильно там как бы скакал рубль. Ну, я не думаю, на самом деле, что это все как-то вот неестественно. Ну, я вот все-таки думаю, что это максимально было, наверное, как-то срежиссировано. И просто так, скажем, год, в принципе, у нас получается 2-0-2-2. То есть, ну, реально много двоек. И, соответственно, как бы формально получилось так, что мы, ну, вот, как бы практически 2 в кубе. То есть, это на целое 8. По-китайски 8 это практически перевернутая бесконечность. Ну, и вот, как бы всем показали, куда идти. То есть, куда там пешее путешествие, и почему оно эротическое. И сейчас, как бы, мы всем объясняем. Ну, а начал-то я с чего? То есть, про курс рубля. Ну, вот я лично считаю, что рубль еще не все сказал. Он не все сказал своим друзьям. Вот этим вот там, как бы, друзьям Ларрам и Еврам. То есть, вот этим друзьям он пока не все сказал. И в целом, то есть, ну, надо верить. Надо верить в то, что все-таки, наверное, как бы, Ларрам и Еврам переведут. Вот этим вот, так скажем, что рубль-то сказал, что, типа, парни, ну, вы молодцы, конечно. То есть, как бы, там всякие там санкции, шмаксы. То есть, вот эта вот вся тема, там, закрывание, перекрывание. Там, как бы, и чистое небо без самолетов и все дела. Но, как бы, труба-то все-таки у меня, как сказал им рубль. И вторая труба тоже у меня. И третья труба тоже у меня. И по факту, как бы, ребята, еще чуть-чуть, и вам труба. И в целом, наверное, история-то она вот такая. Что, вот, ну, да, наверное, может быть, вот это вот такое, как бы, шатание, пики, роста и тому подобное. Ну, оно должно было быть. Но сейчас, мне кажется, сейчас все идет правильно. Я не буду, как бы, вдаваться в подробности, насколько это все идет правильно. Не буду вдаваться в подробности, правильно ли мы делаем. Ну, просто мы делаем, ну, я имею в виду мы, то есть это, как бы, широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Ну, вот, я вот как раз, когда говорю мы, я говорю про страну. То есть страна, мне кажется, все делает правильно. И время рассудит. Рассудит и все расставит по своим местам на предмет того, а довольны ли это все было правильно. То есть, вот я вот считаю, что вот, то есть экономика, она, конечно, должна быть экономной, но на сегодняшний момент времени, то есть, экономика, она, она по факту, вот даже сейчас вот, она экономит. Она экономит на идиотах. И, как бы, всех идиотов, наверное, так скажем, всех идиотов, или, так скажем, всех тех, кто пытается казаться умнее, чем идиота. То есть, она реально отсеет. Много людей. Много людей. Вообще, в принципе, наверное, по-другому теперь буду смотреть на всю эту ситуацию. Именно то, что происходит в экономике. Потому что, ну, по факту, да, ну, как бы закусились. Ну, что делать? Ну, да, закусились. То есть, а зубы-то, а зубы-то металлические, да, то есть, как бы, и извергаем-то мы, в принципе, не какую-то там жалкую отрыжку, а по факту это, как бы, благородный огонь, подпитанный газом и нефтью. Углем и никелем, металлом, ну, и же с ними. Да и плюс, в принципе, 1,6 часть суши, это не просто так. Мы же хотим, наверное, быть более независимыми, чем мы есть на самом деле. А независимость, она просто так не дается. Ну, все равно, то есть, ну, не бывает, не бывает очень, так скажем, как это сказать, не бывает, не бывает тех, кто хочет тебя подвинуть. Всегда кто-то тебя хочет подвинуть. Ну, вот, это начинается даже вот с самого того. Вот ты родился, вот, и вот даже если ты, соответственно, у тебя есть там, там, брат, сестра, и все равно вы, как бы, соперники. И там, и в песочнице вы соперники, и в классе вы соперники, и там, в институте вы соперники, и на работе вы соперники. Ну, соперники в хорошем смысле, так скажем, соперники-конкуренты. В целом, и в целом, и в целом рубль все делает правильно. Поэтому, как говорится, не дать, не взять, но честным стать. Не дать, не взять, но честным стать. Поэтому, все сегодня, все сегодня правильно. Не сказать, что, может быть, адекватно. Ну, все сейчас максимально неадекватны, но в целом, то есть, все делается правильно. Все делается правильно. Максимально правильно, максимально хорошо, или максимально плохо. То есть, все делается на максимум. Я думаю, что пружина настолько долго сжималась, что сейчас она просто разжалась, и вот этот хаотичный выброс, выстрел вверх, это то же самое, как если ты сильно-сильно закачал свои мышцы, и они у тебя сильно-сильно-сильно сдулись, то в какой-то момент времени, когда они отдохнут, то они раздустся и станут еще больше, и ты станешь еще больше, не зря же говорят, что медведь-то это же миролюбивое животное, ну пока ему никто, пока ему никто не сделает таких условий, что он перестанет вас любить, и он просто вас съест. Ну да, ребята, вот такая вот история, поэтому вроде бы хотел проговорить про рубль, а поговорил, как опять я говорю, то есть я далек от геополитики и пытаюсь дистанцироваться, но геополитика почему-то, падла, меня догоняет и постоянно как бы долбит по голове, чтобы я, ну вот как-то вот высказывал свое мнение именно по этой вот ситуации. Да, геополитика геополитикой, но в целом ситуация она достаточно простая. Все очень просто, и ситуация, она максимально всех разделила на, она максимально всех разделила на хороших, на хороших и хороших, и все по-своему хорошие, и все по-своему вроде бы и как бы правильные, и все по-своему как-то пытаются жить да выживать, и в то же время, ну, ну почему-то вот как бы разделение произошло. И пружина, да, она уже, мне кажется, пружина, она вот уже разжалась, и она уже как бы вот туда-сюда сейчас лихорадочно выпрямляется, и вот в какой-то момент она выпрямится. И когда она выпрямится, я просто уверен, что, наверное, те, кто думал, что они наверху, они останутся глубоко внизу. И да, ну, рубль победит. Ребята, да, рубль победит. Победит рубль. И запомните, запомните мои эти слова. Никого ни к чему не призываю. Как обычно говорю, пишите в комментариях, если вы думаете по-другому. Ну, в целом, в целом так. Спасибо. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok